Большое спасибо членам президента, уважаемые коллеги, большое спасибо всем за то, что меня пригласили, впустили хирурга с химиотерапевтом. Очень приятно и постараюсь озвучить проблему, которой мы занимаемся, всем институтам, все дружно, в одной команде мультидисциплинарной. На самом деле достаточно сложная категория пациентов. И хотелось бы сказать о том, что эти пациенты, несмотря на то, что небольшое место занимающее среди всей поверхности тела у пациентов, все-таки есть очень много мелких органов, в которых каждая болезнь называется по-своему. И лечение, тактика лечения и отношение к этой болезни у нас у каждого индивидуально. И мы, если посмотрев на то, какая именно из опухолей головы шеи чаще всего встречается нам, это, конечно же, гортань и гортоноглотка. Остальные опухоли, они встречаются реже, лечатся очень достаточно сложно, трудно, ввиду того, что те опухоли, которые невидимы и необозримы для нас глазом, это опухоли, которые сложно лечить, ввиду того, что появляется осложнение сразу до начала какого-либо лечения. И сначала мы боремся с осложнениями от болезни, а потом начинаем этих пациентов лечить. Соответственно, в этом большая проблема состоит. Ну, я позволила себе до начала объяснения действительно иммунологических таких моментов. Хотелось бы рассказать о вообще проблеме, которая существует. И хотелось бы сказать о том, что данная проблема, никто, в общем-то, заниматься, не очень нравится этой проблемой заниматься, ввиду того, что это пациенты очень сложные, сложная категория пациентов. И, как я уже сказала, лечим мы сначала осложнение чаще всего, а потом начинаем заниматься проблемой лечения и подбором препаратов, и тактики стандартов лечения для данной категории пациентов. Как видим на слайде, та категория пациентов, которая относится о том, о чем я сейчас буду говорить, это 3,75%. То есть в эту категорию пациентов, как видите, не вошли, к сожалению, сместился немножко кружочек. Не вошла группа пациентов с карцинома пищевода C15-0 и C15-3. То есть здесь фактически отдельно та группа, которая верхнегрудной и средней, нижнегрудной вошло в пищевод, а вот группа верхнегрудного, вернее, шейного отдела пищевода, оно где-то застряло между головой и шеей, и, в общем-то, это ракальная хирургия. На самом деле никто не хочет этой проблемой заниматься. Эта проблема достаточно серьезная. Мы вот конкретно, наш институт занимается этой проблемой и занимаемся и в комбинированном лечении, и хирургическое имеется в виду в том числе. Достаточно сложно и очень трудная категория пациентов для лечения. Ну и хотелось бы сказать, что локализация этих, как уже было сказано, чаще всего это плоскоклеточный рак. Мы видим его в 90% случаев. Ну и мы видим также другие опухоли, которые действительно вызывают определенные сложности и сложности с тем, что очень труднодоступные места, и видим мы только в запущенном случае. Ну и чаще всего, конечно, болеют мужчины, чем женщина. Это так и сохраняется, на самом деле, и по сей день. Ну и хотелось бы сказать о том, что на сегодняшний день мы очень часто, вернее, мы абсолютно точно уже определяемся к ВПЧ определению статуса пациента, для того, чтобы понимать и определять прогноз данной категории пациентов. Это достаточно важно для нас и в подборе препаратов, и вообще в тактике лечения этих пациентов, потому что в зависимости от ВПЧ статуса мы планируем, какой первичный будет метод лечения в комбинации между остальными, с остальными методами лечения. Ну и хотелось бы сказать о том, что по стадийности, как видите, у нас чаще всего приходят пациенты, у которых имеется уже местно распространенный процесс, когда пациенты приходят уже запущенные, это третья-четвертая стадия, как правило. И есть категория пациентов, где до 10%, которые приходят уже с отдаленными метастазированиями. Ну и не буду повторяться, потому что все врачи, которые присутствуют, все знают, прекрасно ведут категорию тяжелых пациентов. Понимаем, что в настоящее время очень важным является определение тех данных, которые я представила на слайде. Это очень важным сейчас является для того, чтобы планировать, этого пациента уже, если говорить даже о пациенте, который является, по сути, инкурабельным раньше, то на сегодняшний день мы можем, благодаря тому, что препараты появляются в лечении опухоли головы и шеи, мы можем позволить себе уже этих пациентов включать в те или иные клинические исследования. Ну и по тому, как мы, в общем-то, решаем судьбу наших пациентов, конечно, что распределение идет по резиктабельности, нерезиктабельности, ну и, конечно, от стадии. Очень важно понимать, что данная категория пациентов нуждается в комбинированном подходе лечения. То есть мы понимаем, что эти пациенты достаточно сложные. На этапе обращения пациентам обязательно создается мультидисциплинарная комиссия, которая решает по тактике ведения и начала лечения этой категории пациентов. Ну и хотелось бы сказать о том, что хирургический подход, не могу не сказать так, как я хирург, что мы делаем, на самом деле для нас очень важно, но и для чего хотелось бы показать, потому что для того, чтобы делать такую операцию, во-первых, выстоять хирургу, далее хотелось бы сказать о том, что эти пациенты, они, конечно, не заслуживают того, чтобы был вот такой вот дефект и жить с таким дефектом. Вот на данном слайде представлен пациент, которого 7 лет тому назад мы оперировали, и была удалена опухоль на полости рта с переходом на корень языка. Была сделана операция, мы его прооперировали достаточно успешно, и был хороший результат от этого лечения, и пациент 5 лет прожил у нас без признаков рецидива. Пластика была сформирована, полностью удалённый язык и корень языка резицирован на слайде представлено, и всё восполнено дно полости рта, восполнено только дорозальным лоскутом. Данный пациент после 5 лет появилась в прогрессе с метастазом в околоушную слюную железу. У этого пациента была выполнена операция. С учётом того, что эта операция была выполнена условно-радикально, мы выполнили криохирургический метод, который сейчас мы успешно используем, в том числе и Александр Константинович Носов, он использует эту методику, и у них целое направление, как и у нас на отделении. Ну и вот у пациента в настоящий момент уже прошло 7 лет после начала лечения, и у данного пациента всё на самом деле сейчас стабильно, нет признаков рецидива, не отдалённых, не местных. Ну, клинический пример представлен для того, чтобы понять, когда говорят о том, что зачем лечить ваших пациентов, они всё равно умирают после полутора лет лечения, это пример пациента, что действительно их надо лечить, им надо помогать, и таких пациентов у нас не один, не два, их множество. И, в общем-то, буквально вчера было 7 человек, которые пришли на приём, для того чтобы показаться 7 и 8 лет после лечения вот таких вот распространённых опухолей, которым проведено. Ну и основная идея вот этого слайда, я хотела бы сказать о том, что, как видите, этот пациент получил и химиотерапию, и лучевую терапию, и таргетная терапия была, и криохирургические методы, то есть мы воздействовали всеми возможными методами, получив хорошие результаты у данного пациента. Ну, нельзя забывать, ой, я представляю здесь ещё и могу представить то, что здесь, конечно, в аудитории есть и лучевые терапевты, и те, кто занимается, прекрасно знают те сложения, которые представлены. Конечно, хотелось бы их избежать, и мы тщательно стараемся, это на фоне проводимого лечения, вот такие вот осложнения мы видим у данной категории пациентов. К сожалению, вот сложность именно в том, что проводить химио-лучевую терапию в комбинации достаточно сложно, этим занимается тоже отделение опухолей головы и шеи в тесном контакте и в лечении химиотерапевтами, радиологами лечения этих пациентов. Ну и стандартные схемы лечения этой категории пациентов, они представлены, о них все знают. И сегодняшняя идея и, в общем-то, основная цель моей сегодняшней презентации это рассказать о том, что есть исследования, которые доказали высокую эффективность двух препаратов, это иммуно-онкологические препараты неволумбаб и пембролизумбаб. И хотелось бы сказать о том, что на самом деле это очень интересное направление, особенно для нас, для людей, кто занимается данной проблемой этой категории пациентов, о том, что направлено непосредственно это действие через опосредованное, и, в общем-то, через те клетки мы заставляем организм реагировать и бороться с опухолевыми процессами. Ну и хотелось бы сказать о том, что необходимо понимать саму проблему и воздействие этих препаратов, и вообще систему, как она работает. Ну и, в общем-то, мне облегчили работу тем, что рассказали до меня достаточно подробно и очень интересно. И хотелось бы сказать о том, что исследование, о котором бы хотелось сказать о Checkmate 141 в исследовании третьей фазы, это была собрана группа из 361 человека и рассмотрена была группа с плоскоклеточным раком, это рецидивирующий метастатический плоскоклеточный рак кожи, то есть, простите, рак ротовой полости гортаноглотки, у которых были определены и стратифицированы по предшествии терапии цитоксимабом, было исследовано, и определены первичные контрольные точки, это общая выживаемость. И хотелось бы сказать о том, что действительно препарат зарекомендовал себя, в общем-то, высокой эффективностью выполнения и лечения данной категории пациентов. Помимо стратификации, пациенты были подобраны по группам достаточно однородно. И хотелось бы сказать о том, что при исследовании и отборе пациентов, а далее по изучению результатов лечения было выявлено, что при медиане выживаемости при ниволумабе, это 7,7 месяцев, и при получении препарата химиотерапевтического по выбору врача и в зависимости от того, какой препарат пациент получал, составило 5,1. То есть, ниволумаб в данном исследовании демонстрирует улучшение общей выживаемости, которое сохраняется, несмотря на то, что, как мы видим, увеличилась длительность наблюдения, если 34%, 19,7, в сравнении при увеличении до 18 месяцев, это 21,5 и 8,3%. То есть, действительно, показал свое увеличение общей выживаемости, то есть, именно по точкам, которые планировалось анализировать. Ну и хотелось бы сказать о том, что общая выживаемость, как видите, преимущественно демонстрирует во всех подгруппах данной категории пациентов именно в ниволумабе исследования. Ну и двухлетняя выживаемость, которая составлена и просчитана, и она действительно показывает то, что 7,7,5% в соответствии с химиотерапевтической группой пациентов. И действительно, при увеличении продолжительности наблюдения за данной категорией пациентов, мы видим, что ниволумаб преимущественно выигрывает. Данное исследование, оно также было действительно основано на том, чтобы и много было направлений, в том числе и с рекомендацией для того, чтобы понять, получавшие пациенты цитоксимаб и не получавшие цитоксимаб. Ну и хотелось бы сказать о том, что пациенты, ранее не получавшие цитоксимаб, указано, что и также было рассмотрено, что PDL больше 1%, PDL менее 1%. Это было две группы, которые были исследованы, получавшие и не получавшие. И по общей выживаемости составило 8,2% в сравнении с химиотерапевтической группой 4,9 месяцев. Ну и далее вот группа пациентов, которые получавшие цитоксимаб, мы, как видим, также составляли 7,1 и 5,1%. Ну и показалось, что при HPV статусе отрицательном и, в общем-то, PDL более 1%, мы видим, что имеется общая выживаемость также выигрышно выглядит в сравнении с химиотерапевтической группой. Также хотелось бы сказать о том, что эти пациенты, они, естественно, не стратифицированы, не подобраны. Это ВПЧ положительный, ВПЧ отрицательный пациент с PDL, обязательно определение PDL больше или меньше 1%. И по выживаемости показано и доказано заявленность от экспрессии и статуса P16. По безопасности в данном исследовании было выявлено, что в основном это были слабость, ношнотная и нежелательные явления, которые чаще всего встречаются в поликлинических исследованиях. Как видим, они чаще всего – это слабость, тошнота и анемия остыния у данной категории пациентов. Из остальных нежелательных явлений в большей степени нуждающихся в коррекции основанных не было. Ну и, в общем-то, и тяжелые, тяжелой степени нежелательные явления, 3-4, также выявлено 31 пациента в данной группе. Ну и в заключении хотелось бы сказать, что именно неволумаб продемонстрировал значимое преимущество общей выживаемости. Очень важно было бы сказать о том, что он демонстрирует общую выживаемость лучше, улучшение ее, независимо от статуса экспрессии PD-L1 и P16. И очень важно, что в данной категории пациентов получавшийся токсимаб, неволумаб продемонстрировал то, что HPV отрицательный также и PD-L больше 1%, получавшийся неволумаб, улучшает общую выживаемость, независимо от этого статуса. Ну и, конечно, хотелось бы сказать, что это рассматривать как терапия выбора. И, в общем-то, этот препарат, он действительно очень важен для лечения данной категории пациента. Ну и вкратце, конечно, по первому, пембролизубаб, о котором не могу не сказать. У нас не очень много препаратов выбора для пациентов опухолями головы и шеи. И, конечно же, мы очень рады, что у нас два препарата появились, неволумаб и эмбролизубаб, который позволяет нам, в общем-то, держать руку на пульсе у этой категории пациентов и помогать им каким-то образом. Ну и группа исследования K-040, который был представлен и продемонстрировано результаты данного исследования, показал свою эффективность данный препарат в лечении плоскоклеточным раком головы и шеи при невозможности системного и локального воздействия. Ну и хотелось бы сказать, что стратификация также, ну как и по всех исследованиях, конечно, это, как уже говорила Сталан Анатольевна, что подбор идет очень строгий, это ЭКОК 0,1, действительно, P16 как позитивный, так и негативный, но в клиническом исследовании это обязательно является подбор пациента очень тщательно, очень нужный. Ну и, естественно, определение необходимо обязательно таких показателей, как TPS и CPS, для того, чтобы их стратифицировать, и, естественно, TPS должен определить больше 50% и менее 50%. Первичная цель – это, конечно же, общая выживаемость данной категории пациентов. Ну и хотелось бы показать, что, как видите, при пембролизумабе абсолютно практически одинаково однородные группы пациентов 174-192 пациента, и также мы видим медианную выживаемость 95%, то есть мы видим 8,3% и 6,6%. Как видите, также, как и при неволумабе представленном, мы видим, что имеется при увеличении количества месяцев, мы видим, что он сохраняет свою медиану и общую выживаемость, и показывает свою эффективность данного препарата при его лечении. Ну и хотелось бы также указать, что очень важным сейчас является определение CPS и TPS, которые представлены при более 1%, и TPS более 50%. Как видим, общая выживаемость также зависит от уровня PDL, это очень важно знать для того, чтобы потом дальше стратифицировать пациентов. И, как и в первом исследовании, о котором говорила, очень важно обращаться к цитоксимабу, понимание к тому, что при терапии, при шествующей терапии и без терапии цитоксимаба эффективность, она доказанная, как видим на представленных слайдах, также держится во время наблюдения данной категории пациентов. Ну и связанность терапии нежелательное мнение, чаще всего больше 10%, составил гипотиреоз, в котором говорится и в этом исследовании, но и остальные исследования, остальные нежелательные явления в данном исследовании, которые частично повторяют те нежелательные явления, которые встречаются в клинических исследованиях. Ну и хотелось бы сказать также, что пембролизубаб, он действительно в заключении, что это по сравнению с стандартной химиотерапией, он показал и обеспечивает 28% снижение риска смерти. Это очень важно. Очень важно знать, что ответы у пембролизубаба, они более длительные, то есть если мы видим эффект от того же цитоксимаба и стандартной химиотерапии, мы видим эффект, но он может быть не длительным, то здесь мы, конечно, в комбинации и сравнении мы видим длительность этого эффекта, он сохраняется, но все зависит от того, это действительно иммунный статус пациента и то, как пациент отреагировал иммунологически на данное лечение. И, конечно же, чем выше, это понятно, что чем выше экспрессия PD-L1, мы, естественно, получаем хороший эффект, и он достаточно стойкий. Ну и терапия, она является благоприятным профилем прогноза, то есть мы видим профиль прогноза, безопасности, мы видим его более благоприятным, чем нежели те осложнения, которые я показала до того при лечении. Хочу сказать огромное спасибо за то, что пригласили, мне очень приятно, и спасибо за то, что я здесь. И хотелось бы всех пригласить на «Белые ночи», который состоится у нас, 25-е до... Меня уже отключили, но я все равно скажу про «Белые ночи». Мы вас всех приглашаем и хотели бы, чтобы вы присутствовали, приезжайте к нам в гости. Спасибо большое. Спасибо.